Всех приветствую на канале Дороги Михаил Илюшин. Приглашаю прокатиться сегодня по улицам Саратова от Заводского района до центра 19 декабря 2022 года. Поехали посмотрим, как это было. Начинает третий сюжет от 19 декабря от улицы Усиевича до улицы Сак-Ланцетти. Кто смотрел предыдущих первых два сюжета от 19 декабря, я видел от Рынка Солнечного до Тао-галереи и от Тао-галереи 3-й дачной до Заводского района улицы Усиевича. Вот проедем улицы Огородная, 7-я Нагорная, проспект Энтузиастов, улица Женикидзе, Чернышевского, небольшие участки Провианской, рабочий переулок Максим Горького и повернем на Сак-Ланцетти. Вот такие улицы мы увидим, прокатимся. И, как обычно говорю, в Ютьюбе, в Рутюбе, в Одноклассниках ВКонтакте, я в Дзен Яндексе выкладываю данный сюжет, смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Все как обычно. Да, вот в предыдущий сюжет солнышко вышло, сейчас опять оно потемнело, но вот этот день был как раз, то выходило солнце, то пропадало. Но зима, что говорить, 19 декабря, еще раз повторюсь, это было. И вот какие дороги. Саратове на данный момент. Ну, налево с выездом на Новоастраханское шоссе, а здесь проедем до стадиона Волга. Небольшой такой снежочек, даже как бы крупа, я бы назвал, а не снег. А вот здесь вот этот участок, как я себя помню, сколько я ездил на автобусе, это что-то было. Здесь всегда убитая дорога была, яма на яме. Ну, где трамвайные пути, само собой. У нас это в Саратове, так сказать, уже традиция, где трамвайные пути, там конкретно ямы. Здесь у нас для автомобилей, говорю, главная дорога, но пешехода пропускаем. И с выездом с кольца мы уступаем. Знаки есть, смотрите. И вот стадион Волга. Ну, хоть чуть-чуть посмотрите. Его отремонтировали, убрали забор. Раньше такого не было, когда в 86-м году учился в училище в 56-м, как раз за стадионом. Геннадий Артем был. И вот там мы ходили сюда на физкультуру. В те годы стадион, конечно, другой был. Что и говорить. Так что вот езжу, показывая вам со улицы Саратова и сам, так сказать, уже исторические свои события, вспоминаю, как это было. Вот этой церкви с левой стороны тоже были дома. Там, я помню, в поликлинику ходили. Все это меняется. Еще дома строятся. Везде. И кто выбирает, где жить, в каком районе Саратов, кто-то переезжает, хочет переехать, выбирайте, смотрите. В принципе, везде жизнь одинаковая. Написали, что безумие переезжать в город Саратов жить, но я вам скажу, что у каждого в своей жизни ситуация. Ничего здесь такого. Сам переехал 30 лет назад в Саратов. Живу. И работаю. Главное иногда смотреть со стороны, как это. А все видеть плохое и негативное, это как труда не составляет большого. Даже вот в этом году мы вышли, прогулялись с женой по Саратову, по этой пешеходной дорожке, там 6 и сколько, 8 километров мы прогулялись, от Рахова через проспект Столыпино сейчас, до набережной, до моста Саратовского, потом по набережной, до 2-й Садовой, и до нового пляжа, потом по 2-й Садовой поднялись до Рахова, и дошли опять до Вавилова. Там на 41-й Садовой нагулялись от души, прогулялись. Цены в кафе. Вот мы мимо шли и смотрели. Цены, как везде, в отдыхающих зонах, одинаковые, ничего такого. Но главное есть, где отдохнуть, есть где прогуляться. Я не в защиту города Саратов, но просто иногда люди, вот выезжайте и ходите, гуляйте, смотрите, как город меняется, что в нем нового, какие есть события, какие есть, там, на той же площади каток открыли, опять заливали, то есть много, куда можно ходить, осмотреть и сидеть дома в телевизоре или в окно, и говорить, что так плохо. Ну, я не сказал бы. И во всех городах, так в принципе, маленьких, больших, всегда какие-то изменения. Если человек хочет что-то получить, позитив, он его найдет. Как сказал у вас одна знакомая, с каким настроением поедешь отдыхать, с таким, а, и сколько денег с собой возьмешь, на столько денег отдохнешь, и с таким настроением тоже получишь. Так что вот не в городах иногда дело, а в самих людях, и кто это вот как думает. Ну, это, ладно, вот, едем по Чернышевскому, улицу уже тоже неоднократно вам показывал. Ничего здесь не изменилось. Да, где-то тут раньше камера была, я помню. Выбрали, не выбрали, но была на участке, на этом, как раз вот. Широкая улица Чернышевская, но почему-то постоянно заторы, вот, периодически тут бывает. Ну, поворот. Сейчас дальше на Дегтярную будет. Это я вот, еле едут к чему-то Газели, кто-то еле ехал, стараясь выбирать побыстрее. Полосы движения. Ну, вот, впереди 53-й. Хотел бы о нем сказать, заметил, вот, кто первый сюжет мой смотрел, на Антоново я ехал, я не знаю, какой там номер, не заметил, автобуса было, но маршрут 53-й. Вот, как он едет, 30 км в час, представляете, он едет от ТК Мойновой, вот он на улице Верхняя, комплекс торговый, ну, можно сказать, от Джанекидзе Чернышевского, и едет он до нового микрорайона Солнечный 2, ну, как нового микрорайона, Солнечный 2, Кировского района, через практически весь город. Ну, вот, 30 км в час, если он так вот едет, можно выспаться, можно там, я не знаю, книжку взять, почитать, или что-то вот, там еще не хватает бортпроводника, чтобы тот ходил, предлагал чай, напитки, что-то поесть, тогда будет полный комфорт так вот ездить через весь город. Я даже не могу представить, за какое время он этот маршрут, один, так сказать, маршрут круг сделает. Невозможно, для меня лично невозможно так ездить на общественном транспорте. Ну, вот, возвращаясь к предыдущему сюжету, все-таки, может быть, все сделает скоростной трамвай, чтобы из солнечного поселка, который в новом Солнечный 2 тоже планирует сделать, там, новое, положить пути трамвайные, и до Комсомольского, якобы, будет ходить этот, или с этого даже будет ходить, там, от 6 дачной. Ну, не суть в откуда, то есть, будет ходить через весь город, может все-таки побыстрее и будет движуха, чем вот на автобусах. Дороги свободны, а он едет 30 км в час, это же муторно. Лето в них жарко, зимой, можно сказать, холодно, если будет холод. Кресло, я вам скажу, не совсем предназначено для такой долгой езды, и там плоскожопи можно выработать. То есть, вот такой вот у меня небольшое мнение об этом автобусе, вернее, об этом маршруте. Да и все там маршруты 11-й такой, я не знаю, как в 90-й не ездил, а вот на 53-м, 11-м это что-то. Это надо иметь большое терпение и много свободного времени, чтобы так проехать оттуда из поселка Солнечного через весь город до торгового комплекса Мордновой. Не знаю, с чем это связано, но вот в продолжение этого скажу, что на машине-то не так быстро едешь через весь центр автобусе, а если час пик, там вообще не продохнуть в этом автобусе. Ну, как-то так. Зато у нас троллейбусы обновился парк. Старенькое практически уже не вижу и прям глаз радует. И приезжал в Пензу и смотрел, в Пензе старенькие троллейбусы ходят и прям когда привыкаешь к хорошему, и думал, что всегда и везде так. Но здесь вот небольшие заторы до Вольска это вот всегда практические здесь в рабочее время. Потому что светофор там и такой долгий для перехода студентов. Сначала Чернышевского открывается вроде, а потом Вольска открывается, а потом все закрывается и идут студенты всех в четыре стороны. Ну есть, есть участки. Да, вот старенький троллейбус прошел, как только я сказал о нем. Вот есть у нас еще такие, как в Пензе. Я ничего плохого не хочу сказать про Пензу. Я туда ездил несколько раз еще собираюсь. И просто уже о том, что когда начинаешь человек привыкать к хорошему, то и забывается, как было. А забывать с правой стороны где вот эти дома большие новые. Кто помнит здесь был Алексар завод саратовский водочный. Нет его. Вот как-то так память. Что-то вытаскивает. Что-то не остается. Да, здесь сейчас будет камера для автомобилителей автолюбителей говорю. Сейчас с правой стороны. и кому нужно прямо прижать все-таки вот камеры прижимайтесь к крайнюю правую полосу. что даже видно спереди едет моя шина и она заранее предупреждает что будет поворачивать налево чтобы не вставали. И правильно делает. сейчас небольшой участок Провианское дальше рабочий переулок и Максим Горького и как кину говорил кое-кого ну вот вначале сюжета было пасмана чуть-чуть небо голубое Провианское направо все эти улицы у меня есть уже за два года с 2020 года я начал показывать улицы где-то ну сами если хотите посмотрите где я только начинал как и рассказывал по-другому и все ну вот наш долгострой этот вообще я даже не знаю сколько лет этот стоит этот дом его были снесли и достроили центр города и у меня все улицы есть можете находить можете смотреть конечно уже большой каталог за два с половиной года начал где-то с февраля 2020 года потом пандемия шарахнула там выпускал рецепты и все вот так что уже большой действительно собрался объем улиц саратова да не только саратова других есть и когда есть возможность я выезжаю ну вот проезжаем да звонили просто извиняюсь вот проехали мичурин тоже все говорю повторяюсь эти улицы центральные все у меня есть находите сейчас советскую проедем и повернем на сакаванцетте и напоминаю это был 19 декабря до 2022 года и как в одной передаче говорили этот день обмена возврату не подлежит благодарю всех за просмотр берегите себя до новых встреч у новых сюжетов ну вот улица сакаванцетте всем пока пока сакаванцетте